Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю праздничную рождественскую кутю. Это практически классический рецепт, но сейчас в каждом регионе делают ее по-разному, поэтому это тот рецепт, так как делают ее здесь у нас. Я буду делать в этот раз ее на пшенице. Самая настоящая пшеница, она бывает шлифованная, бывает обычная. Шлифованная варится быстрее, с обычной немножечко дольше придется, но ничего. Мы с вами со всем справимся. Для начала пшеницу нужно замочить в холодной воде. Лучше оставить ее на ночь, но минимум на 4 часа. Зернышки должны немножечко побелеть, это будет значить, что пшеница ожила, и она набрала большое количество влаги для того, чтобы прорастать, и набралось большое количество питательных веществ, что очень полезно для тех, кто еще следит за своей фигурой. Вы видите, у меня частично видно, что посветлели зернышки. Дальше я ставлю свою пшеницу вариться. Периодически буду добавлять воду, если она у меня будет выкипать вариться, моя пшеница будет 2 часа на маленьком огне. После этого я добавлю в нее столовую ложку сахара. Пшеницу у меня здесь был стакан, такой с горкой. То есть ее, в принципе, немного, я не скажу, что она очень сильно прям увеличилась в размерах, но может в половину. После варки пшеница моя выглядит вот так. Зернышки практически все целые, кругленькие получились и очень красивые. Далее нужно замочить изюм. Можно замочить просто в кипятке, минимум на полчаса, а можно замочить в коньяке. Я также в блендере измельчила мак, для того, чтобы он пустил маковое молочко и был очень хороший запах, и поджарила грецкий орех. Можно, в принципе, использовать другой орех. Также здесь буду использовать цукаты из тыквы, которые я делала вчера. И, соответственно, после цукатова у меня остался такой тыквенный, очень вкусный сироп, и я буду использовать его вместо меда. Кто не любит мед, может использовать просто сахар. Смотрите, во-первых, посмотрите, какая красивая вещь у меня получилась. Этот сироп просто обалденный. Я в уже остывшую пшеницу отварную добавляю сироп. Сиропа добавляю столько, сколько мне хочется, сколько я буду считать, что по вкусу будет не сильно приторно, но в то же время очень сладко. Нельзя, чтобы у нас была пресная кутя. Это все-таки рождественское такое колоритное блюдо. Для тех, кто сидел на посту, есть голодная кутя, есть богатая. Вот это у нас как раз богатая кутя. После того, как мы перемешали с сиропом, уже можно пересыпать в посуду, в которой мы будем подавать нашу кутю. Распределяю. Для начала буду посыпать я маком. Мак я не замачивала предварительно в кипятке, так как кутю перед подачей нужно будет залить горячей водой. Я не люблю, чтобы кутю заливали узваром. То есть, компот я, в принципе, могу и так попить. Ну вот, почему-то не люблю, у нас так не делают. Поэтому я всегда заливаю кипятком. Мне этого достаточно. Моя кутя будет бесподобна и без узвара. Потом посыпаю изюмом, который предварительно откинула на сито, чтобы ушла лишняя влага. Изюм мой набух. И раскладываю поджаренные грецкие орешки. Вначале вложу такие большие кусочки. Цветочком, неважно. Просто, чтобы видно было, что там грецкий орех такой крупненький. И еще немножечко его ломаю на мелкие такие запчасти. Кладу столько, сколько мне нравится. Сколько бы я хотела, потому что моя кутя должна быть вкусная. Гости придут. И хочу, чтобы всем понравилось. Поэтому делаю так, чтобы было красиво и очень вкусно. Раскладываю еще цукаты. После того, как мы польем кипятком нашу кутю, с цукатов смоется сахарная пудра. И они будут ярким таким дополнением оранжевого цвета. Собственно, вот и все. Наша кутя готова. Перед самой подачей на стол ее нужно будет заправить кипятком. И она уже будет сладкая. С орешками, с изюмом. И просто очень-очень вкусная. Всех с наступающим Рождеством. Вы можете приготовить по моему рецепту. Можете вместо пшеницы использовать рис, перловку. Так как вам нравится, так и делайте. Пускай у вас все в этом году будет так, как вы хотите. Еще раз поздравляю вас с Рождеством. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.